МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа Актуальное интервью в студии Ольга Русул. Безопасность на городских дорогах, в чем основные причины дорожно-транспортных происшествий в регионе и как снизить их количество. Об этом и другом в программе Актуальное интервью расскажет главный государственный инспектор по безопасности дорожного движения по Ненецкому автономному округу Леонид Николаев. Здравствуйте, Леонид Николаевич. Здравствуйте. Леонид Николаевич, сколько ДТП произошло с начала 2021 года в нашем городе? Так, ну, я бы не хотел так сказать, что в нашем городе, на территории нашего Ненецкоавтомного округа, по итогам первого квартала, у нас зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых у нас, к сожалению, один человек погиб и 7 ранено. По сравнению с прошлым годом, аналогичным периодом прошлого года, у нас произошло снижение практически количества ДТП и количества пострадавших на 50%, но при этом у нас на 100% увеличилось количество погибших, то есть один погибший у нас погиб в ДТП. основной вид ДТП, вот этих 6 ДТП, это у нас есть столкновение, столкновение, столкновение транспортных средств, и все они у нас произошли по вине водителей, транспортных средств, к сожалению. И основными причинами совершения этого столкновения у нас явились 3 нарушения правил дорожного движения, а это нарушение правил проезда перекрестков, таких у нас произошло 3 дрожных происшествий, в которых 4 у нас пострадали, неправильный выбор дистанции, 2 ДТП у нас зафиксировано, в котором у нас 1 пострадал и 1 погиб. И выезд на полустречное движение, у нас такое происшествие зарегистрировано одно, один факт у нас есть, это у нас на факеле произошло, между факелами и виджем, одно происшествие, где у нас 2 человека пострадали. Ну и сразу хочется сказать, что основными сопутствующими нарушениям правил дорожного движения, которые способствовали именно совершению этих 6 ДТП, у нас является управление транспортным средств в состоянии опьянения и несоответствие скорости транспортного средства в момент совершения дорожного происшествия реальным условием дорожного движения. Пока вот, к сожалению, у нас вот такие факты имеют место быть. Но при этом хочется отметить и довести до всех участников дорожного движения Нейско-автомного округа, довести ту информацию, что по итогам первого квартала у нас на территории округа не зарегистрированы очаги дорожных транспортных происшествий. То есть на одном и том же месте у нас больше одного происшествия, слава богу, не произошло, не зарегистрировано. Пока вот так. Расскажите подробнее о последнем громком ДТП, которое произошло на парковке в микрорайоне Факел. Что там было и какие-то причины? Факел, Факел. Так, это у нас произошло 4 апреля в день празднования Заполярного района в районе 18-м часу, а именно конкретно, если так сказать, сообщение пришло к нам где-то в районе 17-15 часов, где возле 80-го дома по улице Юбилейная автомобиль, легковый автомобиль Хонда, не справившись с управлением и выехав за пределы проезжей части, совершил столкновение с четырьмя припаркованными автомобилями. Слава богу, в этом происшествии у нас никто не пострадал, только причинен материальный ущерб транспортных средств, так же, как и самому транспортных средств был причинен ущерб. Водитель у нас, который совершил наезд на четыре автомобиля, припаркованном автомобиле, он у нас был проверен на состояние опьянения, как на алкогольное опьянение, так и наркотическое. Водитель у нас по результатам медицинского свидетельства трезвый. Поэтому претензий, как таковых, мы ему предъявить, к сожалению, по состоянию здоровья не можем, и закон не позволяет. Но данное дорожное транспортное происшествие, оно оформлено в установленном порядке. На днях уже мы вынесем решение в отношении этого водителя, и водитель будет у нас, будет привлекаться к административной ответственности. Мы полагаем пока, по результатам расследования, что будут привлекаться к административной ответственности по статье 12.15, части 1, это нарушение правила с положения на проезжей части. Там штраф до 800 рублей. Пока вот так. По этому громкому делу. Ну, я бы не считал, что это громкое. Единственное, такого факта, где у нас в одном происшествии сразу четыре автомобиля пострадало, получили повреждение, у нас в округе давно не было. Поэтому, наверное, и как и для меня, как-то неординарно это событие так и произошло. Тем более памятный такой день, день Заполярного района. На территории самого Заполярного района. Пока вот так могу и сообщить, да, всех участников дорожного движения. Леонид Николаевич, скажите, а вот мы говорим сейчас про аварии, если смотреть статистику, когда аварии больше всего, да, какой сезон самый аварийный у нас в Ненецком округе, какой день недели самый аварийный, ведется такая статистика? Да, статистика такая ведется, и мы обязаны ее вести, потому что само понятие аварийности в тот или иной период, не только по дням недели, но и по часам, влияет на реагирование на это состояние аварийности. По итогам первого квартала у нас на территории округа самым аварийным днем недели признается понедельник. В понедельник у нас зарегистрировано три происшествия, в котором один человек погиб и три ранены. И в понедельник самым аварийным временем, суток, признается у нас период с 20 до 21 часа. В этот период у нас в течение часа на территории округа зарегистрировано два происшествия, в котором один человек погиб и два раненых. Что касается пострадавших, у нас из семи пострадавших два человека получили средний вред здоровью в двух происшествиях. Они получили потом легкий вред у нас в одном происшествии и без вреда здоровью получили в остальных происшествиях. Но и тяжкий вред здоровью у нас был причинен в одном происшествии, который произошел на 185-м километре автодороги Нарьян-Маронов-Синск возле моста через Колу. Это произошло как раз в понедельник и 20-40, в районе 20-40, как раз ДТП произошло. Из шести происшествий у нас получается двух происшествиях водители находились в состоянии опьянения. Поэтому вот с сопутствующим условием мы признаем, что с сопутствующим условием совершения происшествия является управление транспортным средством в состоянии опьянения. Два случая у нас в состоянии опьянения. Вообще в округе по итогу первого квартала у нас зарегистрировано было 186 происшествий. И из 186 происшествиях у нас в 8 происшествиях водители в момент совершения находились в состоянии опьянения. Двух ДТП у нас люди пострадали, а в остальных у нас был причинен материальный ущерб. Еще один момент такой, хотелось бы отметить, пользуясь случаем, что с участием детей у нас зарегистрировано на территории округа одно происшествие, слава богу, одно, в котором один ребенок пострадал. И ребенок пострадал в качестве водителя мотоцикла. Это у нас произошло на перекрестке Полярных Рыбников в феврале месяце. И в пяти происшествиях из шести нами был установлен факт недостатков уличной дорожной сети. По этим мерам, это основной недостаток, это наличие зимней скользкости. Зимняя скользкость, зимний период эксплуатации дорог. По этим фактам, в рамках предоставленных полномочий, в рамках Федерального государственного надзора по обеспечению безопасности дорожного движения, нами были приняты меры воздействия в отношении баланса содержателя. Это у нас казенное учреждение «Чистый город» и казенное учреждение «Централизованный стройзаказчик», который является баланс-содержателем региональной дороги, а и «Чистый город» баланс-содержателем дорог местного значения по городу Нарьян-Мар. По распределению у нас три происшествия были зарегистрированы на территории города. Нарьян-Мар только город, городской агломерации. И три происшествия у нас зарегистрированы на территории Заполярного района, то есть одинаково 50 на 50. Если так судить, то ранее, в течение пяти последних лет у нас основная масса ДТП происходила у нас на территории города. Но это понятно ввиду того, что основная масса транспортных средств у нас эксплуатируется в городе. И где больше транспорта, там и у нас как-то и возникают условия для совершения дорожного происшествия. Но по итогам первого квартала, то есть и в городе, и Заполярном районе, одинаковое количество ДТП мы зафиксировали в этом году. И другой момент хотелось бы отметить, что во всех происшествиях, как можно и повторюсь, во всех происшествиях у нас есть вина самих водителей. Вина самих водителей и сопутствующие условия при совершении ДТП тут не имели преобладающей силы. Пока вот так. А в каком состоянии находится дорожная сеть после зимнего сезона, есть ли предписания с вашей стороны к дорожникам? Так, если у нас в зимний период эксплуатации дорог претензии были к наличию зимней скользкости, и естественно мы обязаны были и принимали меры административного воздействия в отношении баланса содержателей, то вот с уходом, приходом весны, как вы сами уже видите, у нас дороги уже вполне сносно удовлетворительны в состоянии. Теперь вот со вчерашнего дня чистый город начал ямочный ремонт. Теперь он будет проводить ямочный ремонт. Ямы у нас вылезли, и по ним, естественно, меры административного воздействия, пока мы не принимали ввиду того, что только-только сошел снег, только им выдали предостережение о недопустимости наличия ям на проезжей части. В рамках этих предостережений город, он работает активно, и думаю, что в ближайшее время, а именно это до конца апреля, до майских праздников, они город приведут в любом случае нормативное состояние. По региональной дороге, это у нас основная региональная дорога, это Нарьян-Марискателей, там таких претензий баланс содержать или нет, но есть претензии по содержанию дорог на территории поселка искателей, где все дороги практически находятся в ведении централизованного струкзаказчика, то есть региональной дороги. Там есть моменты, но централизованный струкзаказчик тоже готов и делает, как мы видим на практике, принимает меры по приведению проезжей части нормативного состояния. Это есть пока вот так. А в Ненецком округе установлены комплексы фото- и видеофиксации, насколько они работают хорошо, насколько они следят за водителями, за соблюдением правил дорожного движения скоростного режима. Приходят штрафы, ответственно относятся водители к соблюдению правил дорожного движения благодаря этому. Так, не секрет, на территории округа, на окружных дорогах, включая на федеральной дороге, у нас функционируют 19 комплексов. 19 комплексов, они все стационарные, стационарное исполнение. В настоящее время все комплексы функционируют в штатном режиме. Слава Богу, что централизованные стройзаказчики, они находятся на их балансе, они их содержат в удовлетворительном состоянии, но есть некоторые моменты, которые решаются у нас оперативно. В настоящий момент по итогам первого квартала у нас пресечено этим комплексами порядка около 1400 правонарушений. Это статья 12.9, превышение скорости. И статья 12.15, это нарушение права расположения на проезжей части. Как я уже ранее говорил, что нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части есть одна из причин совершения ДТП. Вынесено порядка 1400 постановлений. Это что на 14% больше по сравнению с прошлым годом. Но это не тот показатель, который свидетельствует об эффективности. Эффективность камеры это то, что камера напрямую воздействует на состояние аварийности. Не допустить, по крайней мере, хотя бы в зонах контроля этих камер, не допустить совершения дорожного происшествия. И камеры, они это удовлетворяют в полном объеме. Их функциональная задача выполняется. Так, штрафы по итогам вот первого квартала у нас сейчас пока по взыскаемости на уровне 65%. То есть из наложенных штрафов 65% они оплачены, уже оплачены водителям, вернее собственникам, владельцам транспортных средств. И еще один момент хочется отметить, что нарушители, лица, собственники, владельцы транспортных средств активно пользуются возможностью предоставленного закона. Это 50% на размере в течение 20 дней. И вот из 1400 у нас уже оплачено порядка, получается, 91%, вернее, 91,7% наложенных штрафов оплачены на 50% на размере. Все, это пользуется. А так, 2020 год по камерам фотофиксации вынесен постановлением, а взыскаемость составила у нас на уровне 87%. Конечно, можно и похвастаться, конечно, с этой стороны. По России этот процент составляет 78%, у нас в округе 87%. То есть наши участники дорожного движения, водители, осознают, что нарушают, но при этом и сразу же идут и оплачивают наложенный административный штраф в установленном порядке. Вот такой момент присутствует. Их не дисциплинируют, что там камеры? К сожалению, сама статистика показывает, что из года в год фиксация камерами фото-видео фиксации нарушений, она из года в год растет. Если в прошлом году за первый квартал вынесли порядка 2200 постановлений, то уже в 2021 году по итогу первого квартала уже вынесли 1400. эффект от того, что один раз попался и больше не буду нарушать, к сожалению, как-то на жителей нашего округа не действует. Все равно идет на одном и том же месте идет нарушение правил дорожного движения, что фиксирует и камера. Пока у нас проблема в этом состоит. Но это проблема не только в нашем округе, но она по всей стране. Эффект от воздействия камер фото-видео фиксации не так ощутим, как хотелось бы от его иметь. Скоро стартует мотосезон. Какие правила будут действовать для мотоциклистов? Будут какие-то новшества или все остается по-прежнему? Так, мотосезон наступает. Да, это уже проблема для нашего округа, особенно для молодежи, для подростков. Но по состоянию на 1 января 2021 года у нас порядка около 1200 мотоциклов стоят официально на регистрационном учете. Но латенцист тут присутствует порядка около 200%. О чем свидетельствует административная практика по воздействию на эту категорию водителей транспортных средств. То есть мы в прошлом году задержали порядка 46 мотоциклов, которые находились на прежней части без соответствующих документов. Или водитель не имел права управления, или мотоцикл не был зарегистрирован на основном порядке, и не был документов. Так, с наступлением мотосезона мотоциклистов ждет. Единственное, единственное могу сказать, что никаких изменений как таковых, кардинальных в отношении мотоциклистов, как водителей этого вида транспорта нет. Также применение мотошлема и применение мотошлема пассажирам. Но хотелось бы тут отметить в отношении очень уязвимой категории участников дорожного движения, а именно подростков. Подростки садятся за руль мотоциклов, мотороллеров, скутеров. И хотелось бы отметить, что с 16 лет у нас подросток имеет право на полном основании, имеет право управлять маленьким мотоциклом, легким мотоциклом, скутер-мопед, или квадроцикл мотоциклетного типа, имеет право управлять на общих основаниях, имея категорию М, а также категорию А1. То есть это легкие мотоциклы и мопеды, скутеры. 16 лет, имея этого дискульствия. Но на категорию М и А1 у нас все четыре автошколы, нет, ошибаюсь, две автошколы готовят водителей на эти категории. Поэтому до родителей как-то надо достучаться и призвать их, чтобы они заставляли своих детей пойти обучиться в установленном порядке. И ребенок, получив это водительское удостоверение, на законных основаниях мог участвовать в дорожном движении на общих основаниях, на дорогах нашего города и нашего поселка, и территории нашего округа. Пока вот так. А если ребенок совершает ДТП несовершеннолетний, кто виноват, будет на ком ответственность за совершение? Так, ну все зависит от того, каков возраст этого нашего юного участника ДТП. 16 лет, у него наступает общая административная ответственность, в общем порядке будет отвечать перед законом за совершение ДТП, если будет установлена его вина. Но в основном, как свидетельствует прошлогодняя практика, даже практика прошлых лет, что у нас практически все мотоциклисты, юные мотоциклисты, не имеют ни права управления, не имеют документы на мотоцикл. Ни на мопед, ни на скутер. Не имеют. Ну и естественно, тут приходится принимать уже меры административного воздействия, которые предусмотрены в Федеральном кодексе мотоцинативных правонарушений. Во-первых, это управление транспортным средством, не имеющее права управления, как мы говорим, статья 12.7, часть 1. Тут у нас штраф, конечно, хороший, от 5 до 15 тысяч рублей штраф. Естественно, юный мотоциклист, он этот штраф оплатить не может, и этот штраф будет оплачивать его законный представитель. В данном случае это родители будут оплачивать этот штраф. Но мы штраф-то накладываем не на него, а на водителя. Но штраф потом аккуратно переложится на плечи родителей. Управление не зарегистрировано в основном порядке мотоцикл. При этом мы мотоцикл будем задерживать. Задерживать не за то, что он управлял не зарегистрировано, а за то, что у него при себе не было водительского устремления, и при себе не было документа. Мотоцикл подлежит задержанию до устранения причины. И, естественно, пока он документ не принесет, мы этот мотоцикл ему не выдадим. Никаким образом не выдадим. И еще другое такое нарушение в ДТП может быть установлено, не только в ДТП, а когда юный мотоциклист останавливаешь, проверяешь. У него нету полиса страхования. То есть не применение требований федерального закона о страховании автогражданской ответственности. Тут уже штраф накладывается по статье 12.37.2 в размере 800 рублей. Пока вот так. Пьянство за рулем это актуальная проблема? Можно сделать какие-то выводы или сравнительный анализ по началу года? И какое наказание за предусмотренное за езду в нетрезвом состоянии? Что-то поменялось с 2021 года? Так, ну он уже сказал, что у нас два ДТП совершены, где пострадали люди, совершены состояние опьянения. Так, и у нас семь происшествий, где дорожные транспортные происшествия получили у нас материальный ущерб транспортные средства, где водитель, один из водителей находил состояние опьянения. Для нас это, конечно, бич. Для нашего округа это бич. На самом деле, управление транспортным средством состояния опьянения. Вообще, в течение этого промежутка времени, в первом квартале, инспекторским составом при надзоре за дорожным движением было задержано 29 водителей за управление транспортным средством состояния опьянения. При этом 254 водителей, если не ошибаюсь точную цифру, могу... Да, 254 водителей у нас были освидетельствованы по первичным признакам опьянения. Из 254 водителей, которые мы освидетельствовали при наличии признаков опьянения, 29 фактов подтвердились. Естественно, они были задержаны в установленном порядке, транспортные средства были задержаны, также в установленном порядке и материалы составлены направлены для рассмотрения суд. В зависимости от правонарушения, допустим, есть статья 12.8.1, то здесь у нас судом при рассмотрении материала вносится вердикт в виде наложения административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Это основной вид наказания. Штраф административный штраф 30 тысяч рублей и дополнительное наказание, лишение права управления от полутора до двух лет. Если водитель состояния опьянения был задержан и на него составлен материал, то при этом на него составляется материал, допустим, у него не было водительского удостоверения или он был лишен права управления, если при этом при лишении у него его деяния не будет, вернее, его действия не будут сопряжены уголовно-наказуемым деянием. Чуть попозже, наверное, вернусь, если это будет, конечно, интересно нашим участникам нашей передачи. 12, 8, часть 3, это лицо, которое не имело права управления, но сел за роль, то здесь предусмотрен судом административный арест от 10 до 15 суток. Такие факты тоже, к сожалению, у нас имеет место быть. Ну и есть такие случаи, что водитель отказывается от медицинского свидетельствования, в том числе то же самое наказание, предусмотренное законом административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления от полутора до двух лет. Такие есть. Хотелось бы отметить, что в течение первого полугода, извиняюсь, в течение первого квартала инспекторским составом при надзоре здоровья движения выявлено у нас 4 факта, когда водители, будучи лишенными права управления, находились за рулем управления автомобилем в состоянии опьянения. То есть тут уже наступает уголовно-наказуемое деяние, которое регулируется статьей 264, прим. 1. Повторное управление состоянием опьянения, будучи лишенным или находившимся в состоянии опьянения. Обязательные условия. Таких у нас фактов 4. Но здесь максимальное наказание предусмотрено, лишение свободы до двух лет. А пожизненно могут лишить прав? Пожизненно. Если он, может быть, даже неправильно выражусь, да, если он своими действиями совершит ряд правонарушений, которые влекут лишение права управления. Ну, по примеру Нинского автономного круга могу сказать, что у нас был пример, что человека лишили, одного мужчину лишили на 66 месяцев общий срок. Ну, и был у нас еще один факт. Женщину одну лишили на... У него общий срок лишения права управления было 55 месяцев. Такие факты у нас есть, но пожизненно. Если он доработан, нарушит, совершит правонарушение влекущее лишение, он так может и пожизненно нести эту ответственность. И такие моменты не исключено. А передача транспортного средства лицу в нетрезвом виде? Что будет собственником этого транспортного средства? Какое наказание он понесет? Так, за передачу лицу, находящемуся в состоянии опьянения, владельцу, собственнику транспортного средства, грозит у нас административная ответственность. И она предусмотрена статьей 12.8, часть 2. Также административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение от полутора до двух лет. Хоть управление, такое же наказание, и за передачу, такое же наказание. Но при этом надо иметь в виду, что необязательно лицо, которое передало транспортное средство нетрезвому водителю, должно быть, являться владельцем или собственником транспортного средства. То есть на каких-то основаниях он управлял транспортным средством, взял, передал другому лицу, который находился в состоянии опьянения. То же самое. Что делать, если увидел человека, который в нетрезвом виде, садится за руль, куда нужно сообщать, какие действия нужно принимать? Что делать? Хороший вопрос. По практике скажу. В прошлом году наши уважаемые участники дорожного движения, жители нашего округа, активно пользовались такой возможностью и сообщали информацию. Есть подтвержденные факты, когда звонили в дежурную часть, это у нас 002 или 421-26, ну и с мобильного телефона 102 или 112. Сообщать об этом факте и, естественно, инспектор, получив это сообщение, он ее любой будет, как сказать, молниеносно будет отрабатывать это сообщение. Потому что водитель в состоянии опьянения на дороге, это и есть преступник. Вот я исхожу из этой позиции и также исходят из этой позиции у меня мои коллеги, сотрудники госавтоинспекции. Сообщать? Сообщать. Обязательно. Надо его убирать побыстрее из проезжей части, чтобы он не творил дел и причинил вред другим участникам дорожного движения. Какие мероприятия запланированы у вас, которые на борьбу с пьяными водителями за рулем? Так, в течение вот прошедшего периода, вот я имею в виду первый квартал, у нас практиковалась внезапная проверка водителей, особенно выходные, утреннее время выходные и праздничные дни. Эффект он дал, профилактика прошла, вроде бы как-то получается среагировали на состояние аварийности с участием пьяных водителей, но будет продолжаться массовая проверка водителей, особенно предпраздничные, предвыходные дни. Это обязательно, потому что от него эффект есть. Само по себе не то, что выявить, а профилактировать, чтобы оградить водителя, чтобы он не садился за руль в состоянии опьянения и тем самым не вышел на дорогу и не натворил бед. Переприятия не будут и будут проводиться и с приглашением средств массовой информации, приглашением членов общества Совета Управления нашего Министерства внутренних дел по низкоавтомному округу, ну и других активных членов нашего округа, которые с удовольствием при приглашении приходят и с нами вместе участвуют на этих мероприятиях. Эффект от них есть. На самом деле есть. Ленит Николаевич, спасибо. Наша программа подходит к концу. Спасибо, что вы нашли время. Пришли к нам. Будем ждать вас еще в эфире нашей программы «Актуальное интервью». С удовольствием приду. Я прощаюсь с вами. Напомню, что в гостях нашей программы был главный инспектор по безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе Леонид Николаев. До свидания. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова